Всем привет дорогие друзья, с вами Стех, продолжаем похоронить губка бог в квадратные штаны, это четвертая серия у нас, глава называется освободите минди, то есть нам нужно выбраться из замка, давайте начнем, что нам можно тут сделать, давайте обратно подойдем сюда, ну, а вот сюда, кровати. Так, шкафчик, что у нас в шкафчике, так, у нас есть зеркальце, так, давайте, зеркальце, то есть нам помыть его надо, или что, это моя кровать, ну, понятно, так, ну, в принципе, все, тут только есть у нас, наверное, зеркальце и все, да, так, что нам нужно сделать, сделать, взять этот клей, это баночка с клеем, ага, я вижу, так, и что нам еще нужно, это косметика, я сегодня уже накрасилась, молодец, так, что у нас еще есть, выйти, можно нам выйти, простите, принцесса, я не могу вас выпустить, это приказ, у нас есть окно, открыть окно, свежий воздух, ну, нас отклеим, лучше сейчас не закрывать окно, а то оно приклеится, Вы, наверное, шутите, да, шучу, все, пойдемте, так, 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 чувак, давай-ка, пожар, пожар, скорее надо покинуть замок, меня не проведешь, этот замок не может загореться, мы же находимся под водой, ладно, я знаю, ты мне не поверишь, но на этот раз там и вправду, огромный монстр за окном, и он что-то сказал про твою маму, про маму, прочь с дороги, за Нептуна, за родину, за мамочку, все, что он пойдет в окно и приклеится, и мы сможем нормально-нормально отсюда уйти. Какой конфуз, я, кажется, застрял, Минди, поможешь мне, Минди? Нет. Кажется, меня провели. Так ему и надо, теперь пора раздобыть папину карету, он обычно ставит ее во дворе. Так, ну пойдемте отсюда, давайте, выходим из спальни, зеркальце мы взяли, но я не знаю, зачем оно нужно нам. Спальня, а это что за место? Нам туда нужно хотя бы? Что я делаю? Погодите, стойте, я вот сейчас туда приду. Так, ты, чувак, или сюда? Ты кто такой? Привет. Не знаешь, куда уехал мой отец? Минди, разве ты не должна сидеть в своей комнате? Нептун же сказал, что ты под домашним арестом. А почему ты здесь? Ты разве не должен сопровождать папу? Должен. Но я попросил разрешения остаться, потому что я, ну, хотел повидаться с Долли. С Долли? Смотрительницей конюшни? Она тебе нравится? Ну, пожалуй. Но я боюсь с ней говорить. Не бойся. Расскажи ей о своих чувствах. Любая девушка была бы счастлива иметь такого поклонника. Ты правда так думаешь? Да, не теряй времени. Иди же и расскажи ей о своих чувствах. Ладно, я пойду. Но погоди. Что такое? Мне надо удостовериться, что я хорошо выгляжу. Мне нужно зеркало. У меня где-то было зеркало. Вот мое зеркало. Эээ, да оно все запачканное. Я в нем себя не вижу. От него никакой пользы. Может, у меня сыпь? А я не знаю об этом. Нет у тебя никакой сыпи, честное слово. Я должен сам удостовериться. Ладно, хорошо. Ты выкистишь зеркало? Ладно, я скоро вернусь. Нет, мне туда незачем идти. Хорошо, зеркальце почистить. Так, ладно, ладно. Найдем место, где мы сможем это сделать. Нам нужно мокрое место. Так, где можем его почистить? Оставлю все как есть. Вы мне еще спасибо скажете. Эм. Жутковатая штука. Да, да, да. Привет. Привет. Привет, принцесса. Так. Поверить не могу, что папа приказал бросить в темницу полировщика короны. Да, бедняга очень расстроился. Я его отправил в самую худшую камеру. Там освещение плохое и вообще ничего не работает. Я бы там и пяти минут не выдержал. Когда его выпустят? Ну, твой отец сказал, никогда. Даже через сто тысяч миллионов лет. Он будет гнить там вечности, потом еще десять вечностей. Так когда? Во вторник, наверное. Так, можно меня увидеть? Можно меня увидеть полировщика? Прости, принцесса, туда нельзя. Нептун это бы не одобрил. Как идут дела по управлению темницей? О, работа кипит. Постоянно надо кого-то допрашивать, заковывать в цепи. Жаль, у меня не хватает опыта. Не суди себя так строго. Ты отлично управляешь темницей. Ну, понимаешь, этому ведь в школе не учат. Вот бы мне достать какое-нибудь практическое руководство. Книгу по управлению темницами? Да, там бы я прочитал, что надо делать, например. Использовать ли дыбы, раскаленные предметы, надо ли злобно смеяться. Ну, все такое. Интересно было бы почитать такую книгу. Мне пора. Я скоро снова к тебе загляну. Мне нравится, когда ты заходишь. Так, идем в библиотеку, дадим ему книгу. Он такой, ой, как неожиданно. И он такой, ладно, иди поговори с ним. Он почистит мне зеркало. Я дам зеркало чему-чему чуваку. Он пойдет со мной. Я не знаю, смысл в этом, но пусть будет так. Так, взять книгу. Вот она книжка. Это руководство по управлению темницами и подземельями. А на обложке нарисован дракон. Ну, хорошо, пойдемте. Так, 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 так. Как-то сегодня немножко запутано. Но хотя не очень сильно. Так, войти в подземелье. Это опять он, стой! Я его уже видел. Так, давайте выдадим ему книгу. Смотри, что я тебе принесла. Руководство по управлению темницами. Ой, спасибо, Минди. Ты просто прелесть. Можно мне теперь поговорить с полировщиком? Ладно, ладно, но только недолго. И никому не рассказывай, что я тебя пропустил. Первое, что здесь написано, не проявляйте слабость. Я обещаю, я всем скажу, что ты жуть какой страшный. Спасибо, принцесса. Так, ну пойдемте. Так, вот на камеру полировщика. Привет. О, боже. Папа и вправду бросил тебя в темницу. Бедняга. О, здравствуй, принцесса. Ну, нормально тут освещение, условия неплохие. Ну, как неплохие? Просто он так описывал тут, конечно. Ну, ладно, не могу поверить. Не могу поверить, что папа бросил тебя в темницу за моей спиной. Он обещал мне не делать этого. Я с ним серьезно поговорю. Нет, не надо, пожалуйста. Я знаю, ты желаешь мне добра, но ты только разозлишь его. Правда, со мной все нормально. Как ты тут проводишь время? Я считаю крыс. Это бесконечное занятие. Но я тут скучаю по старой работе. О, вот бы мне что-нибудь отполировать. Слушай, а ты можешь отполировать мое зеркало? Правда? Можно? Я так давно ничего не полировал. Мне так этого не хватало. Держи. Спасибо. Жиза. Хм. Так, ну пойдемте. Блестит, как новенькая. Спасибо, дружище. Погнали, Парел. Он сейчас крыс придет считать, а мы пойдем отдавать зеркало. Зеркальце, это нашему другу-чуваку. Вот сюда нам. Заходи. Так, где наше зеркальце? Вот, насмотрись. Нет у тебя никакой сыпи, я тебе гарантирую. Вот зеркало. А-а-а, изумительно. Как я мог усомниться в собственной пленительности? Спасибо, принцесса. А теперь мне пора на свидание с судьбой. Удачи. С такими глазками, как у меня, удача не понадобится. Ой, какой самец. Да, он хорошо подметил. Так, ну пусть найдет. Ну, дайте мне... Дайте мне мышь. Пожалуйста. Нет, походу, не дано. Ладно. Ну, туда не надо идти, да? Погнали наружу. Так. Вот сюда нам. Плыть в холл. Так, там вот библиотека, и вот выход из замка. Сейчас выйдем. И... Так, опять он. Чтобы вычистить эти конюшни, одной реки не хватит. Хватит! Я вот... Вот про реку, вот кто знает, тот поймет. Это про миф рассказывает. Отлично, теперь я успею на помощь к Спанч Бобу и Патрику. Все, да. Конец, что ли? Ну, нормально, что ли. Получилось так у нас быстренько пройти. Нинди нашла наших героев у самой границы ужасной глубоководной впадины, где затаилось само зло. Они вновь лишились своего гамбургера-мобиля. Почувствовав, что их боевой дух пал, Нинди вернула друзьям уверенность в себя, даровав им накладные усы из водорослей. Вновь почувствовав себе силы, они храбро направляются в глубоководную впадину, зная, что теперь им все по плечу. Да, все по плечу. Так, это... З-за... Во впадине. За-за-и... Западня. Во, просто не могу прочитать, там непонятно. Западня во впадине. Вот так вот она называется. Западня у нас пятая глава. Нам надо пересечь эту равнину, чтобы попасть на другую сторону впадины. Здесь жутковато, но мы справимся. Но мы справимся. Мы только что прошли мимо отеля. Может, остановимся там? Нет, Патрик. Нам надо в город ракушек. Нельзя терять ни минуты. Так, ну что ж, давайте, что ли, посмотрим на череп. О, здесь все дышит злом. Так, ну... Гу, что ли? Пойдемте. Ух ты. Впадина. Здесь впадина носками. Да, точно. Ужасный запах. Великолепный запах. Мне понравилось. Если туман станет еще гуще, мы не сможем видеть, куда нам идти. Да пойдемте, пойдемте. Ой, зевнул. Извините. Так, выйти. А, ну выйти нам не нужно. Нам нужно продолжать идти. Так, он гуще, гуще, гуще. Все, гуще, гуще. Все, гуще. Ой! Ой, дрябник какой-то. А-а-а, привет. Ты в порядке? Кажется, ты чем-то обеспокоен. Я потерял дорогу. Мне надо перейти на другую сторону впадины. А я заблудился. Слушай, мне тоже надо перейти впадину. Может, я смогу тебе помочь? Осень сомневаюсь. То есть я здесь уже несколько дней, а туман все не рассеивается. Вы здесь тоже потеряетесь. Правда плохо, что туман? Да, чтобы пройти это место, не сбившись с дороги, нужен маяк. Мне пора. Да как скажешь. Мне пора. Так. Пора продолжать идти. Давайте, пройдем дальше. Я ничего не вижу. Так можно захлебнуться в тумане. Да не захлебнешься. Да и куда ты пошел обратно? Подлец, а. Ладно, вернемся. Вернуться. Давайте вернемся. Выйти. Так. И что там будет у нас? Так. Так. Фек. Выйти с Патриком. Привет. Ладно, Спанчбоб. А что теперь? О чем ты говоришь, Патрик? Я уже забыл. Ладно. Потом поговорим. Хорошо. Пойдемте по дороге. Я просто не знал, что там можно идти. О. О-о-о-о. Погнали. Штурвальчик тут у нас. Затонувший такой красивый. Пиратский. Отель Бездна. Так. Ну давайте в него войдем. Так. По дороге туда не хочу. Давайте в Бездну зайдем. Что-то у нас интересненького, может быть. Ох, как тут. Ох, как тут. Ё-моё. Подойти к стойке. Привет. Отличный у вас отель. Несомненно, несомненно. Так. Здесь не самое подходящее место для такого шикарного отеля, да? Ну что я могу вам сказать? Спекуляции на рынке недвижимости дело рискованное. Я купил его за бесценок. Здесь раньше жила устрица. Я требую, чтобы мне в номер принесли крабовые гамбургеры. И побыстрее. У вас тут нет номера. Тогда я требую, чтобы мне доставили гамбургеры прямо в рот. Немедленно. А может, мимо рта? Думаю, это было бы вполне достойно вашей высочайшей персоны, сэр. Ты меня что, оскорбляешь? Если да, то это самое красивое оскорбление, которое я когда-либо слышал. Если так, то моя жизнь прошла не напрасно. Ладно. Приятно было пообщаться. Какая учтивость. Какое красноречие. Я вас не скоро позабуду. Так, ну, пойдемте отсюда. Какой-то на стороне немного. Так, цветочки. Стоп, 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 стоп. Пройти по холлу. И, в принципе, все. Больше никуда нельзя пройти. Давайте сюда. Пройти в первый номер. Так, что там у нас? Ой! Бабулька! Бабулька! Так, взять ничего нельзя. Бабулька, привет. Так, ладно. Я где-то видел эти странные бусы, и я помню. А, нет. Это они были в комнате у этой... Русалки. Это было ни одного дела. Словом, у нас прекрасная репутация. Боже мой. Мы как следует во всем разберемся. Мы не упустим из вида ни одной детали. Мы осмотрим каждый угол. Мы беремся за дело. Я... Даже не знаю, что сказать. Инспектор Патрик, надо быть начеку. Обращайте внимание на любую деталь. Если нас сочтут невежливыми, пусть. Взявшись за дело, мы его непременно раскроем. Ха! Раскроем! Так, ну давайте задим пару вопросов. Так, чтобы быть, давайте. Взявшись на упавшем жемчуге. Конечно! Когда вы в последний раз видели свой жемчуг? Вчера вечером. Я не знаю, во сколько точно, но он лежал на столе рядом со светильником. Не понимаю, как кто-либо мог пробраться сюда незаметно. Дверь в номер была заперта? Да. Я запираю ее, когда ложусь спать. А когда она не заперта, перед тем, как войти, вежливые люди всегда стучатся. И я не беру во внимание ваш случай. Спасибо. Ну, рад был с тобой пообщаться. Да. Мне тоже было приятно оторваться от своих мыслей. Странные дыры. Похоже, что пол прогнил. Там внизу слишком темно. Нужно чем-нибудь посветить. А вот мы туда чем-нибудь посветить. Ничего нету. Фонарь взять нельзя. Понятно, понятно. В дыры упал жемчуг. Вот в чем проблема. Погнали отсюда. Нам нужно найти светильник, посмотреть в дырку. Ох, а там ваш жемчуг. Надо в подвал сходить. В подвале найдем мы с вами. Ой, ё-моё. Жемчуг принесем. Где она такая? Ой, спасибо. И смысл в этом был какой? Никакого. Вот так. Войдем в второй номер, пойдем. Что там у нас? Ой. Такой же номер. Что, где какая-то рыба? Что ты делаешь в моей комнате? Привет. Я служащий отеля. Мы пришли, чтобы выяснить, не желают ли постояльцы отеля дополнительный десерт во время обеда. Я расследую дело о пропавшем жемчуге. В самом деле? А я-то тут при чем? Ну, мы надеялись, ты согласишься ответить на пару вопросов. Ладно, только быстро, я занятой человек. Видишь ли, дел у меня по горло. Ой, да, столько дел. Где ты был прошлой ночью? Я был в отеле, погода была отвратительная, туман по всей равнине расползся. В такую погоду нечего делать на улице. Ты не заметил ничего подозрительного, когда гулял по коридорам? Да нет, управляющий спал за стойкой. Кроме него я никого не видел. Управляющий спал за стойкой? Да-да, и еще громко храпел. Это мешало мне читать. Я чуть было его не разбудил, но потом решил, что когда он бодрствует, от него еще больше проблем. А не знаешь, что это за дыры в полу? Не знаю, откуда они взялись. Пару дней назад я видел, как из одной из дырок выглянула устрица. Должно быть, она заметила меня и сразу же нырнула обратно. Ясно. И спасибо. Рад был пообщаться с тобой. Когда будешь выходить, не стукнися в дверь. Хорошо. Так, дальше идти нельзя, да? Хм, ну пойти по холлу давай, дальше пойдем. Так, куда-то еще можно сходить. К первому номеру. В холл. Ага. Так, посмотрите на стулья. Так, журнальчик он где-то читал тут у нас, да? Уйти из отеля. Пройти к холлу. Погреть с Патриком. Посмотреть на стулья. На вид они удобные, но мне некогда рассиживаться. Да-да-да, ты у нас занятой человек. Привет, это снова я. О, какая редкая удача выпала на мою долю. Я едва не теряю рассудок от счастья. И знаешь, что у одной твоей постоярицы пропали жемчужные бусы? Да, у Виктории Элен из первого номера. Как я могу не знать, она устроила целый скандал. Могу я задать тебе несколько вопросов? Если это необходимо. Так. Где вы были в ночь с вчера на сегодня? Я был здесь за стойкой. Я здесь каждую ночь. И каждый день у меня бессонница. Ммм, ясно. А никто подозрительный не проходил через вестибюль? Ммм, дайте подумать. Ред вчера вернулся рано. Он живет во втором номере. Ммм, странный тип, но платит он всегда вовремя. Чего я не могу сказать о Виктории. Баланус. Баланус, да. Что ты знаешь об этой миссис Элен? Она здесь уже месяц и все еще не заплатила за проживание. Хотелось бы знать почему. У нее полно денег, но я их пока не видел. Ты не знаешь, кто мог взять эти жемчужные бусы? Дай подумать, ты? Ага. Это уже что-то. Где мне найти этого странного ты? В зеркале. Ясно, ясно. Это весьма интересно. Спасибо. Ладно. Приятно было пообщаться. Какая учтивость. Какое красноречие. Я вас не скоро позабуду. Ну хорошо. Все. Да не говори ты про стуль. Они так плохие. Я знаю про тебя. Все. Пройти к холлу. Пойдемте. Еще раз поговорим со старушкой-старушкой. Расспросим у нее про деньги, наверное. Привет, старушка. Здравствуй еще раз. Легко надоедливый, но чем-то весьма симпатичный юноша. Так. Нет. Там все же те же вопросы. Так что погнали. Пойдемте из этого отеля выйдем. Что-нибудь нам нужно где-то еще, наверное, расследовать. Посмотреть. Поискать. Пойдем. Пойдем. Выходим. Выходим из него. Там еще много дорог. Много путей. Там много чего можно пройти нам. Вниз по дороге можно пройти еще. Ой. Как неожиданно. Давайте пройдем в арку. Так. Там пиратский корабль. Где-то вон флажок такой шевелится. Ой. Что-то екать начал. Как плохо. Так. Войти в пещеру. Что это за пещера? Такая странная. Ну, в принципе, давайте, ребята, на этом закончим. Прошли мы четвертую главу. Выпустили Синди. Ой. Минди. Минди или Синди. Я не помню. Синди это Сэнди. Я запутался в этих именах. Русалку мы спасли. Теперь нам нужно помочь старушке что-то и пройти потом сквозь туман. Вот такие вот дела у нас. В следующей серии мы посмотрим, что у нас в пещере. Пройдем это, наверное, пятую главу. А на этом пока с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. С вами был Стэк. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok